Желаю мира и приятного просмотра. С вами Ецкоборовский. И сегодня погода хорошая, поэтому я хочу выбраться на природу и приготовить настоящий шашлык. Так что для этого я отправляюсь в супермаркет. Посмотрим, сколько стоят сегодня продукты на шашлык. И после чего будем отправляться на природу. Так что пошлите в супермаркет и посмотрим, какие там цены. Вот здесь я буду покупать продукты, так что пошлите внутрь. Я уже внутри помещения и сейчас будем выбирать продукты. Хочу взять подсолнечное масло, самую маленькую бутылочку. Такой здесь отдел, акция, 23, но это много. Я возьму за 19 вот такую бутылочку маленькую. Стоит 19 гривен, 99 копеек. Здесь пол-литра. Вот такой здесь отдел приправ. Я хочу взять красную паприку. Вот такую упаковку. Она здесь стоит 4,29. И помимо этого всего мне еще надо черный перец. Вот такую упаковку возьму за 5,84. А базилик дешевых упаковок не вижу, поэтому придется брать вот такую подороже за 10 гривен, 99 копеек. Эти все приправки нам нужны для маринада. А также я еще захвачу кетчуп. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Особого здесь ничего не вижу. Возьму обычную. Вот такую упаковку. Шашлык вот стоит 10 гривен, 74 копейки. Здесь 300 грамм. Мясо я буду мариновать в луке, так что захвачу лук. Он здесь стоит 5,92 копеек. Возьмем 2 штучки. Теперь давайте взвесим лук. Здесь 250 грамм. Здравствуйте. Здравствуйте. Может вам что-то помочь? Мне? Вы нам хоть ссылочку оставьте, мы посмотрим. Без проблем. Без проблем. На ютубе Сергей Яцкоборовский, смотрите. Как, так, сейчас. Сергей? Да, Сергей Яцкоборовский. Яцкоборовский. А какая тема сейчас у вас? У меня закупка продуктов. Просто закупка продуктов, да? Да, сейчас я готовлюсь, буду шашлык. Покупаю продукты. А вы к нам часто ходите? Да. Да? Как вам наш магазин? Хороший? Отлично. Я раньше даже здесь работал. Да вы что? Серьезно. В каком году? Два года назад. Почему я вас не помню? Ну, не знаю. Хорошо, зайдем посмотрим. Да, подписывайтесь обязательно. Все, администрация подписалась. Все красивое у нас все, да? Да, все красивое. Красивое. И какой же шашлык без мяса, так что я захвачу свинину. Килограмма полтора, я думаю, будет нормально. Здравствуйте, а можно свинину, пожалуйста? Давайте килограмма полтора, да? Ну, да. Ошейка, ошейка. Давайте ошейка. Да, он 139. 80. Вот такой вот кусок мяса, свиной ошейек, обойдет сок в 200. 94 гривна и 95 копеек. Здесь почти 2 килограмма. Кило 850. Ошейка, по идее, самое четкое мясо, которое можно взять на шашлык. Шашлыку нам обязательно понадобится какой-то хлеб, поэтому я возьму батон. Вот такой обычный, нарезной. Он здесь стоит 16 гривен и 49 копеек. В конце я хочу захватить дрова. Ну, бишь, не дрова, а угли, потому что дрова здесь очень дорогие. Вот так они выглядят. Хорошие, но посмотрите, цена. 84,99. Самые дешевые угли 38 гривен. Так что возьму полтора килограмма вот такую упаковку. А если не хватит, буду еще ходить искать какие-то веточки на улице уже. Было бы еще отлично взять распалку, но она дорогая, поэтому я буду пытаться распалить как-то ветками и бумагой. Вот такая упаковка стоит 29,99, а маленькая 25 гривен. 24,99. Я ее брать не буду, поэтому отправляемся на кассу и будем рассчитываться. Я уже на кассе выложил весь товар. Сейчас буду рассчитываться, посмотрим, сколько будет стоить на сегодняшний день цена за шашлык. Закупка в супермаркете Сильфо на шашлык составила 401 гривну в 13 копеек. Сейчас я уже буду отправляться на природу и там приступать к приготовлению. Так что, ребят, не переключайтесь. Мы уже пришли на природу, разложились. Вот такое у нас место, людей нету, это самое главное. Вот там только одна машина стоит и все. Так что, ребят, сейчас будем распаливать костер. Я не знаю, мы тут дров немного насобирали, может быть даже угли использовать не будем, посмотрим. По ситуации, если не хватит, тогда мы их добавим, но в самом конце, если что. Потому как, посмотрите, сколько мы дров насобирали. Ну, кроме вот этих. Эти взял мой друг из дому. Сложили вот такую вот горку дров и сейчас будем распаливать. Погода хорошая, поэтому дрова должны разгореться быстро. С этим проблем не должно быть. Так что, сейчас будем поджигать. Я не успел даже вам показать, вдруг подпалил и сразу же с одной спички костер загорелся. Посмотрите, как он горит. Сейчас мы будем разжигать его. Пока огонь небольшой, так что пока спешить не будем. Но далее я буду мариновать мясо, так что самое интересное еще впереди. Костер уже догорает, поэтому будем мариновать мясо. Берем свиной ошейек. Вот этот здоровый кусок. У нас тут один или два, сейчас посмотрим. Разрежем на половину и будем нарезать. На вот такие вот кусочки граммов по 50. Вообще, это я делаю на глаз. Но примерно 50-60 грамм в самый нормальный кусок. И с ошейка получается самое четкое мясо. Я про шашлык. Здесь сала мало. В основном идет одно мясо. Порезал я все мясо на вот такие средние кусочки. Вот так вот. Сейчас я еще порежу лук. Мы туда будем еще добавлять лучок. Если вы готовите на природе, вот такие части, с лука, картошки, с морковки можно выбрасывать. Это натуральное, оно перегнивает. А вот кулячки, бутылки, вот это все нужно выбрасывать. Берем лук и нарезаем вот такими вот колечками. И в мясо добавляем кольца. Вот сюда. Добавляем черный перец. Красную паприку. Соль. Я ее не покупал, я ее взял издома, потому что ее немного надо. И в конце добавляем базилик. И после того, когда добавили все приправы, берем подсолнечное масло и добавляем 50, 60, 70 миллилитров. И самое главное, что такой шашлык можно сразу подавать на костер. Его не нужно ждать, чтобы он замариновался там какое-то время, день-два. Этот маринад подается сразу. Вот так вот хорошенько все перемешиваем. И сейчас у нас вот этот шашлык постоит минут, я думаю, 10-15, когда догорят дрова. После того мы будем уже нанизывать на шампура и выкладывать на огонь. Сейчас немного дровишек поломаем, потому что костер догорает. Уже скоро будем одевать мясо на шампура и закидывать сюда на угли. Запомните, шашлык нужно всегда готовить, когда нету костра, когда чисто угли, чтобы не сгорело мясо. Теперь берем и нанизываем. Нанизывать мясо нужно так, чтобы каждый кусочек был свободный и сало не висело. Если сало висит, тоже его надо нанизать вот так, таким вот образом. И следующий кусочек нанизываем и оставляем вот здесь слегка чуть-чуть места, чтобы оно хорошо прожарилось. Здесь очень горячо, я не могу сидеть близко, поэтому еще чуть-чуть отсунусь. Лук одеваем, тоже пусть жарится, и выкладываем на костер первый шампур. Я люблю зажаренный лук. Не знаю, как вы, но мне нравится. Одевайте поперек, чтобы мясо не висело. Так как мясо горит, надо срочно его потушить. Можно тушить пивом, но у нас пива нету, поэтому мы тушим водичкой, чтобы мясо не подгорело. Кстати, мне всегда было интересно, с какой страны мои подписчики. Напишите, пожалуйста, откуда вы родом. Мне будет интересно почитать. Вроде бы 2 килограмма мяса от всего лишь на один заход. Ну, потому как куски у нас хорошие, такие добротные. И вот эти уже куски можно перевернуть, потому что они уже поджарились. Посмотрите, мы не допустим, чтобы шашлык подгорел. Где горит, мы потушим. Главное, не смывать маринад. Все же, ребят, я не все правильно кусочки отделал. Наверное, опыта у меня не так много. Потом, как видите, вот этот кусочек не совсем правильно отделал, поэтому теперь неудобно его жарить. Нарезайте кусочки равномерно и одевайте их вдоль, чтобы такой ситуации не было. И хотел сказать, никогда не доверяйте мясо готовить женщинам. Они не умеют это делать. Мужики всегда должны готовить шашлык. Не в обиду женщинам сказано, но это должны делать мужчины. И, кстати, я вижу, что паприку не зря мы все-таки добавили, потому что, смотрите, какое мясо. Оно такое, навинка говядина. Четкая, хорошая, поджаренная. Так что я буду следить, чтобы мясо не сгорело. Посмотрим, что из этого получится. Взяли один кусочек. Сейчас мы его попробуем. Поджарилось мясо или нет? Проверим. Посмотрим, как он внутри. Вот такой вот кусочек. Давайте заценим. Реально четко. Надо снимать. Может быть, не все, но половину надо снимать. Сейчас пересмотреть, где толстые куски, те мы оставим, которые потоньше. Будем снимать. Попробуйте. Реально офигенное мясо. Зацени. Как тебе? Нормально, я люблю еще более прожарить. Слава, а ну давай ты. Что ты можешь сказать? Нормально? Сочно. Можно снимать, да? Да. Будем снимать. Не знаю, все куски, не все, но половину точно снимем. Так что убираем вот этот шашлычок. Сейчас будем его пробовать. Уже не пробовать, уже будем кушать его, потому что он классный. Сняли половину шашлыка. Вот такая вот тарелка получилась. Давайте попробуем еще какой-то кусочек. Давайте вот этот заценим. Сочный, хороший, посмотрите. Вообще классный. Хорошо, что мы его все-таки не пережарили. Так что, смотрите, ребята, когда готовите шашлык, не пережаривайте его. Сейчас мы еще луком закусим. Вообще четко. У нас еще есть кетчуп, придачу и хлеб. Уже вообще будет классно. Мне шашлык нравится. Он офигенный. Хочу поблагодарить всех, кто смотрит мой канал. Спасибо вам большое, что вы меня смотрите. Поддерживайте, ставите лайки, подписывайтесь на мой канал. Меня это очень сильно мотивирует. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующих выпусках. И до новых встреч, друзья. Всем пока. А мы будем кушать шашлык и наслаждаться природой. Так что, ребятки, до новых встреч. Всем пока.